Всем привет, друзья! С вами Стормин, и сегодня мы поговорим о Теймосе Укротители. Много я читал о нем, много слышал, читал комментарии на канале, но ни разу не сталкивался. И вот настало время поближе познакомиться. Давайте посмотрим место на карте, где он располагается, и теперь отправимся захватывать его. Сюда я пришел уже поздней ночью. Итак, вот пантера нападает. Вот звероводы. Он здесь не один, их здесь несколько, этих самых звероводов. Ну и сейчас вы сами, друзья, все увидите. Вот второй, еще одна пантера. Сейчас мы со всеми разделаемся. И наконец-то захватим того самого Теймоса, которого многие хвалят как наилучшего бойца в этой игре. Но обо всем по порядку. Будем разбираться, будем смотреть. И вот он, вот он нарисовался. Укротитель Теймос. Так, жизней ох как мало. Да, но восстановиться мне не дают. Я так думаю, что стоит немного отбежать и поправить свое здоровье. А то, мне кажется, он быстрее меня в рабство возьмет, чем я его. Да, вот куда-нибудь сюда, я так думаю. Пока там наши... Да еллы, палы. Что ты прицепился? Так, ну ладно. Друзья, он сам выбрал... ...свой финал. Так, надо как-то зажать его куда-нибудь в угол и накидать сразу с двух дубинок. Но он пока не дает этого сделать. Так, вот по-моему, мой раб немножко зажимает его. Да, отлично. Вот здесь вот. Здесь я думаю, что и прижмем его. Да, давай, кричи громче. Пугай его. Просто обескураженно. Не ожидал. Сначала вроде был на коне, так сказать. В переносном смысле. А сейчас просто огребает пизделей. Ну и нормально, там немного уже осталось. Блин, и раб куда-то свинтил. Так, ну я думаю, что я справлюсь. Ну, еще чуть-чуть. Все, готово. Все, в принципе, забираем и бежим домой. Да, думаю, я добрался уже ближе к обеду. Да, в принципе, расстояние не близко. Итак, помещаем его в колесо боли и ждем. Друзья, я пропустил этот момент его воскрешения, а также пропустил его битву с крокодилом. Итак, хочу сказать, что сейчас он прокачан до шестого уровня. И мы находимся... Точнее, даже скажу по-другому, перефразирую. Хочу испытать его. И испытать его конкретно. Хочу испытать его на двух боссах-пауках. Одновременно пусть попробует сражаться. Это шелковый лес, друзья. Ух ты, блять. Пиздец. Котенку срать не будет. Ну, ничего страшного. Я по-быстрому добежал обратно. Обратно взял своего раба под контроль. Даже одеться не успел. Голышом сюда прибежал. И вот он повышает уровень еще раз. Итак, седьмой. Так, вот мой труп. Забираю свое барахло. Так, сейчас по-быстрому одеться. Найти пауков. И попробовать сделать спарринг. Спарринг двух пауков и Теймоса. Мне кажется, будет весьма интересно. Кто выйдет победителем. Так как я еще раз повторяюсь. Многие хвалят этого Теймоса как лучшего бойца в этой игре. Ну что ж. Всему свое время. Посмотрим. Все проверим. Сейчас нам нужно найти этих пауков. Пока не вижу ни одного. На всякий случай вытащить меч. Хер его знает откуда прыгнет. Так, все. Вон лапа, по-моему. Да, все. Одного мы нашли. Прекрасно. Так, ладно. Пусть пока там шевелится. Теперь необходимо найти второго. А вот и второй. Так, нужно начать с кого-то. Ой, ну мелочь. Но это ерунда. Так, я думаю, вот этого, наверное, мы сейчас сагрим. На себя. И побежим. К тому пауку. Так, ну сейчас. Ух ты, ебло. Это было страшно. Да, не хотел бы я в жизни повстречаться с таким чудовищем. Ну это пиздец. Я бы, наверное, обосрался и все. И... А может, тем самым и победил бы. Так, давайте вот этого сагрим тоже. Да это вообще внимания у меня не обращает. На пиздюлей. Итак, давай. Все, ползет. Прекрасно. Так, и... Раб тоже. Рядом бегает. Так, а где еще-то один? Был же вроде. О, да вот они там вдвоем уже. Нет, один все-таки на меня. А, хер. Лапки короткие. Бля, упал. Так, ежи... Точнее, энергия закончилась. Печально. Так, сейчас восстанавливаемся. Надо залезть куда-нибудь вообще. Все, и наблюдаем картину битвы Теймоса. Давай, Теймос. Вот, все. Два босса против Теймоса. Да, к сожалению, я не вижу жизни пауков. Да, Теймосу там приходится не сладко. И мы видим, как вообще... Ну, довольно-таки быстро. Уменьшаются его жизни. Я не думаю, что у пауков тоже быстро. Хотя Теймос вооружен мечом крома. Но это мало что дает, я так думаю. Ну, хотя бы одного-то должен он завалить, а? Все-таки мощный боец. Прокачан так седьмой, да, седьмой уровень уже у него. Нет, надо все-таки, я так думаю, спуститься и пиздануть по паукам, чтобы видеть их жизни. Да, наверное, мы так и сделаем, друзья. Потому что неполная картинка вырисовывается. Так, у этого немного снято. Что у этого... Ну, это почти закончился. Да, но и Теймос тоже почти закончился. Так, ну я так думаю, что вот левого паука он все-таки должен задолбить. Да, правый паук нападает со спины, и Теймос практически вообще урона ему не наносит. Ну так, незначительно. Ну давай, давай, дружище, хотя бы одного вывали. Так, ну одного-то точно, все. Восьмой уровень, друзья, восьмой. Я так думаю, что пора куда-то отбежать. Теймос не вывезет второго. Нужно ему срочно пополнить жизни. Просто где-то отдышаться. Да ли же бы не погиб. Будет очень жалко. Так, да, вот он убегает. Тарантул гонится за ним. И энергия у меня закончилась. Еще повысил девятый уровень. Прекрасно. Да, довольно-таки быстро он повышает все эти уровни свои. Если, в принципе, так дальше продолжится, то он получит черту на десятом уровне. Посмотрим, что он получит. Да, по-любому он должен получить. Так как, ну, очень быстро повышает свои уровни. Еще раз повторюсь. Вот и он. А вот и Тарантул. Бежим. Да, жизни у него крайне мало. Ну, конечно, не на один удар. Да, и вот он вступил там в схватку. Паук пляшет на нем. Ну, давай, давай, отбегай, дружище. Ты еще мне пригодишься. Так, все, отбежал. И вроде не видно Тарантула. Да, жизни-то совсем мало. Нет, все-таки ползет. Бежим дальше. Нам необходима эта победа. Прокачка Теймоса. Да, как мы уже увидели, двоих он не вывозит. Но. Но, если он будет двадцатого уровня, то хрен его знает. Обязательно проведу этот эксперимент, как только он достигнет двадцатого уровня. Ну и, разумеется, расскажу вам, дорогие друзья. И не только расскажу, но и покажу. Так, ну вот, по-моему, все. Тарантул отстал. Да и близится уже ночь. Я так думаю, что стоит переночевать, а утром добить. Итак, вот наступило утро, друзья. Я так думаю, что стоит уже просто вдвоем накидать ему, забрать ключ и открыть сундук. Посмотреть, что охраняют эти два босса-паука. Так, ну что. Поможем, чтобы все это дело произошло побыстрее. Так как уже понятно, что Теймос один на один вывезет этот бой. Чтобы сэкономить время. Ну вот, опять пляски начались. Ну и так, помогаем. Всячески. Так, сколько жизнью-то у него осталось? Сколько еще помогать нужно? Да, энергия опять закончилась. Ну, совсем немного. Сейчас и мы восстановимся немножко. Ну, Теймос уже практически сам все сделал. Ну и остается тут с десяток. А может и меньше ударов. И паука не будет. Вот таким образом мы зачистили это место. И еще повышает уровень. То есть, десятый, друзья. Десятый уровень у Теймоса. И хотелось бы посмотреть, какая черта. Воин-универсал. Это самая лучшая черта. Открываются все характеристики. Прекрасно. Ну, а теперь что? Давайте посмотрим сундук. Что находится в нем. Я так думаю, что должно быть, ну, что-то прям... Смотрим. Щит. Щит. И по характеристикам... Урон здоровья 45. Пробивание, сминание и прочность просто обалденная. 15 тысяч. Ну, довольно неплохо, друзья. Ну, что ж. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...